Прошел год с тех пор, как Зеленский стал президентом Украины. Владимир Александрович все это время позиционировал себя человеком, прислушивающимся к предложениям и пожеланиям простых граждан. А так как Зеленский избегает прямого и честного общения с людьми, то граждане активно используют соцсети для того, чтобы донести до президента свои мысли. Прекрасным поводом сказать Зеленскому все, что о нем думает народ, стала премьера фильма, приуроченная к годовщине президентства Владимира Александровича. Комментарии к видео на странице Зеленского в фейсбук являются реальной оценкой его работы на посту главы державы. Специально для вас мы полистали самые актуальные комменты. Наслаждайтесь! Дана Яровая. Вот даже грешно смеяться. Алексей Батченко. За один год удалось угробить страну и довести ее до эпохи выживания. Спасибо. Вы сделали это вместе. Большое спасибо. Наталья Сероватская. Нет цензурных выражений для этого безобразия. Зачем нам это кино? Иди работай. А если от работы устал, возвращайся ради бога в свой 95 квартал. Александр Белл. А можно поподробнее список успехов и побед, кроме социального лифта сотрудников квартала? А то что-то ощущается и видится иное. Андрей Алферьев. Владимир, а мы не ощущаем вашей поддержки. И ваши обещания пошли по ветру. Идите лучше людей веселите. Это у вас лучше получалось. Вы говорили, что сделаете все, чтобы вам было не стыдно пройтись по улице. Теперь мне стыдно пройтись по улице, потому что я за вас голосовал. Позор. Наталья Тарануха. Уйдите, пожалуйста, пока не угробили страну. Вы уедете, а нам и нашим детям здесь жить. Мирослав Гай. Господи, за что это Украине? Наталья Кармазина. Этот год прошел под девизом «Как все прохать за год». Страна на пороге дефолта. Благодаря непутевому президенту и профанам, которых он привел к власти. Татьяна Зазуля. Фильм не впечатлил. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Для людей не изменилось ничего. Мне бы было стыдно перед своими избирателями. Анна Горбань. Теперь понятно, чем занимался целый год. Фильм снял. Ребят, кто досмотрел до конца, о чем вещает великий. Максим Симф. Про какие именно успехи ты шепчешь, бездарь? Отставка сейчас будет твоим единственным успехом. Хотя уже и не своевременным. Ирина Козлова. Беги, Вова, беги. Надеемся, что это будет лучший фильм с вашим участием. Антон Шелест. Если это только начало, мне жутко от его продолжения. Борис Просвирнин. Дело не в шансе, а в том, что ты им не воспользовался и все уничтожил. Анна Вербицка. Конец эпохи бедности. Начало эпохи выживания. Валентина Дервисис. Были провалы, кошмары, зашквары, испанский стыд, скандалы, неудачи, ошибки, позор, брехня, шаурма и оман. Ну и все в принципе. Игорь Унгурян. Ты просто сравни комментарии, когда ты стал президентом и теперь, и все станет понятно. Юля Литовченко. Не отступим и не сдадимся. Звучит, как угроза. То есть будет еще хуже? Алексей Евсюков. Честно сказать, я разочаровался, Володя. Я за тебя голосовал. Тарас Блащаневич. Это стыд. В нынешней кризисной ситуации тратить хоть секунду на такие вещи, как фильм о себе. А потом в обращении к гражданам говорить о какой-то усталости. Это издевательство над гражданами Украины. Позор. Не пожалейте времени. Зайдите на страницу Владимира Зеленского в Фейсбук. Найдите видео, приуроченное к годовщине президентства. И убедитесь в том, как выглядит настоящая народная любовь. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на Патреон. Всем добра и здоровья.